Итак, сражение при Березине. Вот бои с 26 по 29 ноября 1812 года между французскими корпусами и русскими армией Чичага и Витгенштейна на обоих берегах реки Березина во время переправы Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года. После сражения под Красном Наполеон ввел остатки своей великой армии к русской границе с единственной целью – спасти как можно больше солдат. Русский главнокомандующий фельдмаршал Кутузов не имел желания вступать в генеральное сражение с Наполеоном. Действие основной армии ограничилось преследованием французской армии, и Кутузов позволял своим войскам длительные остановки в населенных пунктах, поэтому Наполеон сумел оторваться от основной армии Кутузова аж на 115, чуть ли не километров от Березины. Задача разгрома Наполеона легла на плечи других русских армий. С юга подходила свежая 24-тысячная армия адмирала Чичагова, которая по замыслу императора первой должна была отрезать Наполеону путь отступления, желательно перепереперавить через Березину, и одновременно предполагалось ударить по Наполеону с севера 35-тысячной армией Витгенштейна, а с востока армией Кутузова. Армия Чичагова высвобождалась в результате пассивности Австрии, формального союзника Наполеона. Витгенштейн, ранее прикрывавший направление на Петербург, продвигался на юг с боями, отодвигая корпуса французских маршалов Сенсира и Виктора. 14 ноября Витгенштейн подошел к Смоленску, после чего корпус Виктора оторвался от Витгенштейна и пошел на соединение с основной армией Наполеона. 16 ноября Чичагов занял Минск, где захватил большие запасы провизии для Наполеона и более 2000 французских раненых в госпиталях. Минск являлся одним из крупных тыловых пунктов снабжения войск Наполеона. Его потери резко ограничивали возможности пути отступления французской армии. Итак, 21 ноября авангард Чичагова под командованием генерала Ламберга захватил Борисов, где Наполеон планировал переправиться через березину. В результате упорных боев при взятии Борисова русские захватили до 2000 пленных из польских отрядов генерала Домбровского и 6 пушек. Однако из-за медлительности армии Кутузова и Витгенштейна армия Чичагова одна осталась преградой всем французским силам. Подошедший корпус маршала Удина выбил русских из Борисова. Чичагов отступил обратно за Березину, взорвав за собой постоянный мост в Борисове. В ходе боев за Борисов русские потеряли до 2000 солдат. 24 ноября и сам Наполеон подошел к Березине. Довольно широкой реке с течением на юг. Препятствием к продвижению служила армия Чичагова, охранявшая с другой стороны реки возможной для переправа места. Силы Наполеона по раскладам Шамбре и Фена составляли 30-40 тысяч солдат. Из них 7-8 тысяч было гвардии. Наиболее мощным являлся второй корпус Удина, стоявший напротив Витгенштейна, около Полоцка, и не ходивший в Москву. И 9-тысячный корпус Виктора, только в сентябре прибывший в Россию и брошенный против Витгенштейна. Теперь оба этих корпуса с второстепенных направлений составляли основу Великой Французской армии. Также при армии находилось до 40 тысяч безоружных солдат, больных и гражданских. 25 ноября рядом искусственных маневров Наполеону удалось отвлечь внимание Чичагова к Борисову. И к югу от Борисова император разместил артиллерийские батареи на месте предполагаемой переправы. Провел ряд демонстрационных маневров силами несколько тысяч солдат. Пока Чичагов стягивал свои силы на западном правом берегу напротив предполагаемой переправы, король неаполитанский Мюрат, маршал Удины и два видных инженерных генерала Эбле и Шаслу поспешно строили два моста у студенки с севернее Борисова. Один для перехода людей, другой для артиллерии и повозок. По реке, ширина которой составляла около 100 метров, плыли льдины, мешавшиеся стоящим по плечи в воде французским пантанером. По свидетельствам очевидцев, все они потом погибли от холода из воспоминаний французского офицера. Это река, которую некоторые воображают гигантских размеров. На самом деле не шире улицы Рояль в Париже перед морским министерством. Что касается ее глубины, то достаточно сказать, что за 72 часа перед тремя кавалерийских полкат бригады Карбина перешли ее вброд без всяких приключений и переправили через нее в тот день, о котором идет речь. Их лошади шли все время по дной. Переход в этот момент представлял только легкие неудобства для кавалерии, повозок и артиллерии. Первое состояло в том, что к кавалеристам ездовым вода доходила до колен, и тем не менее было переносимо, потому что, к несчастью, не было холодно даже настолько, чтобы река замерзла. По ней плавали только редкие льдинки. Второе неудобство происходило опять от недостатка холода, и составляло в том, что болотистый луг, окомоляющий противоположный берег, был до того вязок, что верховые лошади с трудом шли по нему, а повозки погружались до половины колес. Итак, 26 ноября к студентке подошел Наполеон с гвардией и приказал немедленно начать переправу на западный берег. Сам император руководил с восточного берега обороны. Бригада легкой кавалерии, переправившись вброд, отогнала казаков из отряда генерала Корнилова при помощи артиллерийской батареи, стрелявших по казакам с восточного берега. Первым в один час для дня переправился второй корпус Удина. За ним перешел Ней. Русский отряд генерала Чаплица обстреливал французские войска из двух пушек издалека. Ближе все подходы к мостам охранялись французами. К четырем часа дня был готов второй, более прочный мост. Ну вот в два часа дня, 27 ноября, Наполеон со старой гвардией перешел на западный берег. Затем начали переправляться и дивизии корпуса Виктора. Часть его сил прикрывали переправу на восточном берегу. К ночи 27 ноября стали прибывать отставшие отряды. Толпы боеспособных солдат, гражданские с обозами. Наполеон приказал пропускать воинские команды. Повозки не пропускались, за исключением корид маршалов. В страхе перед казаками у переправы скопились тысячи женщин, детей, раненых, обмороженных, ожидающих разрешения проехать со своими повозками. В целом переправа продалась в течение дня спокойно. 27 ноября произошли первые бои. На правом берегу Удина и Ней оттеснили русского генерала Чаплица по направлению к Борисову. Итак, 28 ноября одна дивизия Дендельса из корпуса Виктора была возвращена на восточный берег для прикрытия переправы совместно с польской дивизией Жерара. Всего 6 тысяч человек. Там эти дивизии в 9 утра вступили в бой с войсками Витгенштейна. 28 ноября войска Чичагова, который осознал, что Наполеон переправился у студенки, попытался атаковать переправшие силы французов, но безуспешно. Чичагов располагал 15 тысяч пехотами и 9 тысяч конницы. У корпуса Удина, который содержал Чичагову, было в распоряжении до 8 тысяч солдат. Потом Наполеон отправил ему в резерв 4 тысячи. Удина был ранен и заменен маршалом Ней. Бои шли на обоих берегах Березины, в районе Болотиста лесистой местности, затруднившей маневры русской и французской кавалерии. Русские оттеснили французов, но не захватили переправу. Все это, по утверждению Сигюра, через Березину успело все же переправиться до 6 тысяч человек. Большая часть из них гражданские, неспособные остатки Великой Армии. Ближе к вечеру 28 числа на собравшуюся толпу начали сыпаться ядра артиллерии Вигенштейна. Толпу людей кинулись к мостам. Один из мостов рухнул, в создавшейся беспорядке переправа застопорилась. Люди, последние лица очевидцев, погибали в давке от удушья. Отступавшей ночью, при продолжающейся обстреле части Виктории, смели с моста в реку повозки и людей. Во время боев в трех французских корпусах убито и ранено 13 генералов. 29 ноября в 9 часов утра французский офицер Серерье выполнил приказ генерала Эблес сжег мосты. Военные обозы французов остались на восточном берегу. На оставшуюся на восточном берегу многотысячную толпу практически безоружных людей налетели казаки. К месту переправы запоздал подошли части Вигенштейна, уничтожая оставшиеся части французов. Победителям открылась жуткая картина. Как я говорил, армию французов сопровождали 8 тысяч наемников из Швейцарии. К тому моменту, когда бои при Березине начались, осталось швейцарцев 1300 человек. Из них 1000 погибло. Там осталось всего 300 человек. Я, например, не знал, что швейцарцы воевали пусть и наемниками на стороне Наполеона. Вот в связи с чем я хотелось бы парочку швейцарских анекдотов, что ли, рассказать. Подлетает самолет к Сюрихову, пилот запрашивает у диспетчера точное время. Диспетчер спрашивает пилота, а зачем тебе? Ну тут, зачем, какая тебе разница? Тот говорит, вот скажи мне точное время, и все. Начали приператься, тот говорит, ну зачем тебе, зачем, тот говорит. Ну вот, говорит, ну, например, если вы на Швейцар, то точное время 14 часов 30 минут 20 секунд. А если на Аэр-Франце, то точное время 14 часов 30 минут уже, видишь, 10 минут разница как бы. А если вы с Аэрофлота, то сегодня вторник. Вот такая точность. Значит, две швейцарские девушки-блондинки, одна другой говорит, вот вчера сдавала тест на беременность, другая говорит, ну и что, сложные вопросы были? Вот, пожалуй, пожалуй, наверное, на сегодня и все. А ну еще вот один можно. Швейцарец, значит, попал в рай, Бог говорит, ой, какое спасибо, что дал мне возможность родиться и жить вот в этой стране, в Швейцарии. У нас такие луга, такие горы прекрасные, вот все хорошо, все отлично, вот. И вот тебе даже стакан молока, чтобы ты попробовал, Бог попробовал, говорит, действительно, офигенное молоко. Проси, что хочешь. Тут, говорит, ну вот, желательно 2 франка и 40 ракпенов. Пожалуй, все на сегодня.